Люди встречаются, влюбляются, строят отношения, но на каком-то этапе все разладилось. И вот семейный лайнер терпит крушение. Можно ли спасти брак? Как и когда разрушается семья? И главное, что делать? Начало отношений и первые месяцы совместной жизни сопровождаются любовной эйфорией. Партнеры настроены друг на друга, проявляя чуткость, устутчивость. И здесь бы начать строить прочный фундамент будущей семьи. Вот только многие полагаются на судьбу, что отношения построят себя сами, и работать над ними не нужно. Да и зачем? Ведь и так все хорошо. Но уже с первыми трудностями любовный роман начинает рассеиваться, а идиллия оказывается под угрозой. Мелкие бытовые дрязги, взаимные обиды и упреки подтачивают семейную лодку постоянно. Брак рушится постепенно, незаметно проходя несколько разрушительных этапов. И если ситуацию не переломить на одном из них, то совместного счастливого будущего у пары не будет. Этот этап еще иначе называют притиркой. У каждого свои привычки, воспитание, отношение к порядку и деньгам. Распределяются семейные роли, обязанности. На этом этапе возникают сомнения в партнере и собственном выборе, недовольство друг другом. Если паре хватает понимания, то они начинают идти друг другу навстречу, пытаться восстановить ту идиллию, которая была в начале отношений. И это самый лучший сценарий развития. Другие пары предпочитают оставить все как есть, продолжая копить в себе обиды и раздражения. И наихудший вариант, супруги разбегаются в поисках лучшей судьбы. Вот только изначальные проблемы остаются и благоприятно переносятся в новую семью. А потому высок риск повторения сценария. Жена перестает видеть супруги идеал, не чувствует опору и защиту, а потому начинает искать ее в ком-то другом. Например, это может быть отец, естественно, его улучшенная версия. Брат, бывший ухажер, начальник. Ей кажется, что этот продуманный идеал сделал бы ее по-настоящему счастливой. И она закрывается от мужа, дистанцируется. Мужчина очень тонко чувствует эти изменения. Пока еще он не может точно сформулировать свои ощущения, не понимает, что же нужно этой женщине. Взамен он транслирует агрессию и раздражение, что только все усугубляет. Отношения теряют открытость и глубину. Единственный способ изменить ситуацию – начать разговаривать. Не бояться говорить о собственных обидах, но не в качестве претензии, переживаниях, ожиданиях и страхах. Говорить открыто и честно, учиться быть гибким. Мужчина никогда не будет вкладываться материально и эмоционально в чужую женщину. Если со стороны жены чувствуется неприятие, отторжение, слышатся постоянные сравнения с другим мужчиной, то она перестает быть родной и близкой. Мужчина становится жадным. В ответ жена начинает лгать. Сначала в мелочах, что-то недоговаривая или слегка занижая. Затем и вовсе прокачивает мастерство двойной бухгалтерии. Это провоцирует мужчину на еще большую скупость. Каждая копейка берется под личный контроль. В ответ женщина становится еще более изворотливой. Как выйти из данной ситуации? Опять же начинать разговаривать. Открыто, как бы неприятно это ни было. И обязательно благодарить за то, что уже есть или сделано. Искренняя благодарность будет все прекрасное, что есть в человеке, и побуждает быть еще лучше, добиваться большего, стараться для партнера. Если ситуация развивается по несчастливому сценарию, то далее провоцируются скандалы. Не просто ссоры, а именно безобразные скандалы, когда пара не стесняется в выражениях, стараясь ужарить как можно болезненнее. Муж начинает поднимать руку на жену и детей, выпивать. Женщина переносит свое внимание на окружение вне семьи, друзья, соседи, коллеги по работе. Сплечничает, говорит гадости, пакостничает. Она живет чужими жизнями и сильно завидует им. В этой ситуации жертвами считают себя обе стороны. Жена живет с монстром и негодяем, а муж с меркантильной стервой. Но даже на этой стадии разрушения можно спасти отношения. Необходимо пересмотреть свои собственные недостатки, признать их, а потом научиться прощать их другим, понимая, что человек несовершенен. Нужно научиться видеть хорошее, идти на уступки и помогать. Быстрой развязки не получится. Чем больше времени прошло, тем сложнее отмотать все назад. Но если чувства не угасли и есть желание все вернуть, что шанс есть. Вот только начинать нужно с себя, а не пытаться переделать партнера. Если развод не случился на предыдущем этапе, то здесь семья сохраняется. Вернее, видимость семьи. Женщина боится одиночества и держится за посты лого мужа. Терпит недостойное поведение, прощает насилие и пьянство. Мужчина же чувствует себя неудачником, часто находится в глубокой депрессии. Практически все друзья одолелись, и супруги вынуждены постоянно проводить все время вместе. Они держатся друг за друга, увязая еще больше в этой трясине полной деградации. Переломить ситуацию практически невозможно. Узнали себя на одном из этапов? Самое время остановиться и спасать отношения. Чем раньше принять ответственность за собственный брак, тем скорее вернутся гармония и доверие.